Короткий флирт с демократией на Мальдивских островах. С таким подзаголовком 17 мая вышла статья журналиста Джона Джеймса Робинсона под названием «Политические беспорядки на Мальдивах» в американском журнале ForeignFS. Но этот флирт так и не перерос в что-то большее. Автор анализирует, почему провалились усилия мальдивцев построить в стране демократию после 30 лет диктатуры президента Мамуна Абдула Гаюма. Робинсон пишет, что урок Мальдив может быть полезным и для других государств, которые сейчас пытаются построить демократию. Но для начала давайте разберемся, что произошло на Мальдивских островах. С 1978 года Мальдивами правил президент-диктатор Мамун Абдул Гаюм. Его обвиняли в нарушении прав человека, ущемлении свободы слова, произвольных арестах и применении пыток. С 2003 по 2005 годы в стране прошла волна антиправительственных протестов. В 2005 году парламент Мальдив снял существующий до этого запрет на создание политических партий. И в 2008 в стране прошли первые многопартийные президентские выборы. На них победил демократ Мохаммед Нашид. В 2012 году президент Нашид приказал арестовать главу уголовного суда Абдулу Мохаммеда, которого он обвинил в исполнении распоряжений экс-президента Мальдив Абдулы Гаюма. Тогда силы, поддерживающие бывший диктаторский режим Гаюма, организовали серию протестов. Они платили местным бандам за участие в демонстрациях. В стране произошел государственный переворот. Полиция его поддержала. В результате президент Нашид досрочно подал в отставку. На президентских выборах 2013 года победил Абдулла Ямин, сводный брат Гаюма. Придя к власти, Ямин запретил протесты на Мальдивах и посадил в тюрьму лидеров оппозиции. Основной причиной провала так называемого демократического эксперимента на Мальдивах, вот так вот Робинсон называет период президентства Нашида, это верность судей бывшему диктаторскому режиму Гаюма. Судьи препятствовали расследованию дел против представителей предыдущей власти, которых обвиняли в коррупции и нарушении прав человека, продолжает автор статьи. Благодаря Мальдивскому суду на президентских выборах 2013 года победил сводный брат экс-президента диктатора Гаюма, новый диктатор Абдулла Ямин. Суд отменил результаты первого тура, на которых лидерство взял его соперник демократ Нашид, и суд перенес дату проведения второго тура, чтобы у Ямина было больше времени для предвыборной агитации. На Мальдивах присутствуют все признаки современной диктатуры. Подавленные и ослабленные воры уходят в тень, а вместо них режим опирается именно на институты, которые должны поддерживать демократию. Выборы почти не имеют значения в стране, где суды и все другие независимые институты уничтожены или полностью служат интересам режима. На выборах избирают политиков на определенный срок, а судей назначают пожизненно. Отсутствие реформы судебной системы на Мальдивах после прихода к власти демократа Нашида обратилось не только его поражением на следующих выборах, но и крахом демократии в целом на всем острове. Такой итог подводит Робинсон. Любой результат выборов 2013 года, который не устраивал бы диктатора Ямина, судьи бы аннулировали. И так Мальдивы вернулись к привычной для них диктатуре. Продолжение следует...